Жители страны жалуются на низкое качество услуг в общественном транспорте. По словам пассажиров, в летнее время во многих автобусах не работают кондиционеры. Возмущает людей длительное ожидание на остановках и грубая манера езды. Вместе с тем, недовольство вызывает и повышение цен за проезд. За последний год тарифы выросли в шести крупных городах. С начала августа в Астане и Алматы выросли цены на проезд в общественном транспорте на 20%. Сейчас стоимость одной поездки в столице составляет 110 тенге, в Алматы – 120. Удорожание многие жители восприняли с недовольством. Непонимание вызывает тот факт, что с момента поднятия тарифа в крупнейшем городе страны не прошло и года. Главной причиной возмущения люди называют отсутствие качества услуг. Вот позавчера моя приятница упала, так дёрнула на навзничь, вот культуры ещё нет. Даже у водителей сидят за телефонами. В большинстве автобусов даже элементарно кондиционер не работает, очень душно, жарко, они ломаются. Эти вечные пересадки, очень много времени, людей много, транспорта не хватает, кондиционеры не работают. Вот невозможно вернуться с университета домой, и туда также проблема доехать большая. От моего дома, например, я автобус иногда могу минут 40 ждать. Сам транспорт в часы пик, он бывает переполнен. Две поездки туда-обратно, это нормально, но есть и студенты, и работающие, они едут по 4, по 5, даже по 10 поездок за день. Это уже ощутимо. Ощутили увеличение расходов на пресс не только жители Алматы и столицы. За год тарифы на общественный транспорт выросли в шести городах страны. Самые высокие цены, помимо двух мегаполисов, зафиксированы в Караганде, Кокшетау, Уральске, Павлодаре и Петропавловске. У перевозчиков свои аргументы по поводу поднятия тарифа. Так, главной причиной является рост расходов. На данный момент увеличив тариф на 20 тенге, до 120 тенге, мы, получается, перевозчик имеет возможность ежедневно покрывать свои текущие расходы. То есть за счет вот этих 20 тенге повышения, он уже ежедневно получает определенный доход и свои определенные текущие расходы на ремонт и обслуживание подвижного состава он может уже перекрывать оперативно, более оперативно. В целом требования к перевозчикам будут сильнее, чем в данный момент. Сейчас в автопарках казахстанских перевозчиков насчитывается свыше 114 тысяч автобусов. В целом доходы всех компаний за прошлый год составили более 130 миллиардов тенге. А ну а Роман Гильдинов, Влад Шишко, Информбюро.